Целую спасательную операцию развернули пожарные в одном из домов в Нижнекамске. Там загорелся общий коридор, который был заставлен вещами. Жильцов дома эвакуировали. Из-за дыма несколько человек были отрезанными от выхода на улицу. Они до приезда спасателей прятались от огня на балконе. Подробнее у Алины Бережной. Пожар вспыхнул в 4 часа утра. Загорелся общий коридор, который был заставлен вещами. Одна из хозяек этих вещей проснулась от запаха гари. Дым заполнил всю комнату. Она попыталась разбудить детей. Выбежала на улицу. Но не получилось. Огонь уже успел охватить входную дверь. Детей я увела на балкон. Потом решили их туда. Но уже не смогли. Но я сама через этот волосы подболела. Но оттуда я выпишула. Там все плыхало. Провода на меня упали. Спасатели вывели детей на улицу и эвакуировали жильцов верхних этажей. Многие в это время спали, поэтому пришлось стучаться в каждую дверь. В результате никто не пострадал. Подошла к двери, слушаю. Как будто что-то таскает. Потом плач. Открывает дверь, женщина стоит. Там дети, там дети. Я глянула сюда. Там дым все в кругу. Но тут пожарные стали. И мы все сразу ушли. Сейчас жильцы ликвидируют последствия пожара. Обгорели полы и стены тамбура. Закоптились все комнаты на этаже. Нижникамцы уверены, всему виной непотушенная сигарета. Такой же версии придерживаются и дознаватели. Причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. То ли это курение было, то ли это неосторожное со спичкой. Согласно правилам противопожарного режима, все эвакуационные выходы и пути не должны закроможаться предметами мебели, вещами, которые могут создать угрозы. Управляющая компания, обслуживающая этот дом, пообещала отремонтировать коридор. Но сделано это будет только к концу года. Алина Бережная, Альбина Валиева, Максим Липин, Вызов 112.